Доброе утро! О событиях и темах нового дня расскажут корреспонденты программы Наши новости. В студии Василий Морозов, Евгения Даровская. Здравствуйте! На восстановление поврежденных паводком дорог и мостов Алтайский край в этом году дополнительно получит 679 миллионов 770 тысяч рублей. Это будет уже второй за полгода транш. Прошлой осенью из федерального бюджета через Росавтодор в наш регион перечислено более 788 миллионов рублей, сообщает банк ФАКС. Причем тогда, по распоряжению премьера Дмитрия Медведева, деньги получили все пять пострадавших от стихии сибирских регионов. А в этот раз на сайте правительства говорится, что средства будут выделены только Алтайскому краю и Республике Алтай. Напомним, по официальным данным, в результате прошлогоднего наводнения в Алтайском крае повреждено 243,5 километра автомобильных дорог, а также 66 мостов. Юбилейные награды ветеранам от имени президента. Губернатор края Александр Карлин утвердил списки жителей региона, которые будут награждены медалью 70 лет победы в Великой Отечественной войне, учрежденной указом президента. Всего представлено 38 919 ветеранов. Это участники боевых событий, труженики тыла, узники концлагерей и другие категории граждан. Первое награждение состоится уже накануне Дня Защитника Отечества. От имени президента Путина ветеранам торжественно вручат юбилейные медали. Томский архив открывает тайну старейшей бийской школы. Интересные исторические факты об учебном заведении обнаружили накануне его 110-го дня рождения. Теперь заведующему краеведческим музеем школы, похоже, есть чем вызвать гостей, рассказывает наша коллега из бийской телекомпании УТН Ирина Дубицкая. В этом году старейшая школа города отметит 110-летний юбилей. Понятно, что за столь почтенный возраст ей удалось накопить богатую историю. Судите сами, здесь музей в каждом втором кабинете. В общей сложности собрано более 20 тысяч фотографий, в том числе и дореволюционных, и более 52 тысяч экспонатов. Музей книги, музей часов, музей чаепития, экспозиции «100 чудес Бийска», литературное наследие Бианки. Здесь в окружении уникальных предметов работают педагоги и учатся дети. Между прочим, по численности экспонатов, музей четвертой школы считается самым большим школьным музеем Алтайского края. Десятиклассник Роман Шипунов проводит в нем все свободное время. Я узнал, что в школе нашей есть самая старейшая книга. Она выпущена в 1905 году. Первый цвет называется она. Если Роман изучает экспонаты, уже хранящиеся в музее, то Павел Коваленко все свое время тратит на поиск новых. Почти 20 лет он занимается историей четвертой школы. Собирает информацию в Томском, Барнаульском и Санкт-Петербургском архивах. Недавно обнаружил исторические документы, подтверждающие, что школа берет начало не только от Казанского приходского училища, но и мужской гимназии. Именно из последнего образовательного учреждения в 1919 году в школу перешли ученики и талантливые педагоги. Представляете, нам удалось узнать имя первого директора мужской гимназии. Таковым был статский советник Петр Станиславович Малишевский. Но открытия последовали еще и дальше. Мы узнали, что этот талантливый педагог дореволюционного бийска и первых лет советской власти является предком известного бийского краеведа и нашего многолетнего помощника Александра Георгиевича Башкова. В ближайшее время портрет Петра Малишевского пополнит почетную галерею директоров 4-й школы. А на историческом сайте и в летописи этого учреждения разместят информацию об одном из первых руководителей учебного заведения. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков. Специально для наших новостей. Роботы идут в школы края. Уникальная разработка алтайских программистов стала лучшей в своей номинации. Сегодня в администрации края наградят победителей краевого конкурса инновационных проектов «Новый Алтай-2014». На состязание, которое проводится уже 6 лет, в этом году было представлено свыше 50 заявок от представителей бизнеса, научных организаций и самостоятельных ученых. Роботизированный многофункциональный конструктор для школьников и студентов стал лучшим в номинации «Инновационный малый бизнес». Научным прорывом стала аэрозольная форма лекарства на основе человеческого интерферона, а лучшим изобретением признан проект тормозных накладок нового поколения, которые повышают безопасность работы автомобиля. Эти и другие победители получат дипломы и денежные премии. Общий призовой фонд конкурса составил 800 тысяч рублей. Женя, вот представь, ты в закрытом помещении, чтобы выбраться оттуда, нужно достать ключ. А к ключу ведут запутанные головоломки и различные загадки, и необходимо решить их и открыть дверь. К тому же на все дается всего лишь 60 минут. И не секунды больше, а время тикает, тикает, тикает. Вася, это новый сюжет фильма или твой страшный сон? Да нет, на самом деле это правило реалити-квеста, новой игры, которая с каждым днем набирает все большую популярность у барнаульцев. В головоломку попала и команда наших новостей. Маргарита Белова расскажет, легко ли найти ключи от закрытых дверей. День Икс настал. Сегодня мои коллеги из наших новостей проходят реалити-квест в заперти. Две игры «Шерлок Холмс» и «Психиатрическая больница». Пойдемте посмотрим, как они готовятся и что ждут от игры. За 10 минут до назначенного времени наша телевизионная команда была в сборе. Заранее разбившись по 4 человека, мы живо обсуждали, что же ждет нас за закрытыми дверями. Строили гипотезы, предположения. Василий Морозов от страха ел печеньки, убеждая всех, что психбольницы был исключительно по работе. А Илья Кочетков вживался в роль Шерлока, одного из персонажей квеста. «Где твоя кепка, Холмс?» – спрашивали мы. Ватсон с утра законючил. «Дай, дай покинять пацанам в детском садике показать, пришлось отдать. Ну, чё ж, не жалко». Шутки шутками, вот только когда команда зашла в комнату, веселье закончилось. Ведь по самому известному адресу в Лондоне, Бейкер-3-221-Б, совершено убийство. В квартире Шерлока Холмса найден труп клиента и пистолет с отпечатками пальчиков детектива. В одночасье слава репутация сыщика обратилась в ненависть и злобу, а герой – в изгое. И только команда детективов-новичков верит в его невиновность. В другом квесте все было еще более загадочно, даже ужасно. История-то разворачивается в закрытой больнице. Что происходит здесь? Возможно, содержит безумцев, а может быть, даже сам доктор одержим. В любом случае, в психбольнице происходят странные вещи. Иначе как объяснить то, что стены исписаны кровью? От двери это ключ было. Четыре центра. Эмоции, на самом деле, очень долгие. Люди часто и компаниями к нам приходят, и целыми фирмами. Потому что, на самом деле, им есть момент посоревноваться друг с другом, момент поделиться впечатлениями и спробовать себя. Мы не можем рассказывать вам всех подробностей квестов. Следующим игрокам будет уже не так интересно. Впечатления оставили на сайте и в социальных сетях. Одно скажем точно – лучше один раз сыграть. Хотя, как один. Наши новости готовятся к реваншу, ведь далеко не все команды справились с испытаниями. В общем, нас затянуло. Маргарита Белова, Александр Морозов. Наши новости. А печенишки-то вкусные были? Из алтайской муки же, конечно. Припасти ты не мог? Принес. У гримерки лежат. Заканчиваем. У нас к этому новости все. Час у телефон редакции 659-129. В студии были Евгения Даровская и Василий Морозов. Хорошего начала нового рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин